Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Минус от Бондика Хорошо он вышел Сейчас зигзага просто прорядил Прорядил в голову Ника И уже фирта минус 2 Сделаны свои позиции Поджал, поджал, поджал он сейчас Банан З1, смотрим дальше Пытается догнать сейчас Своя соперника Бондик Без шансов Еще двоих По-моему эйс от фирта сейчас был Да, эйс Эйс с Успа Не, ну здесь борьба будет 100% Только первые раунды Я не знаю, фанатам Керченет не стоит Разочаровываться в начале игры Да, не получилось взять пистолеты Но это атака на тускание Она должна Приносить какие-то успехи Приносить плоды Ну и очень классно играют они эту карту Могу вам сказать Минус 1 От шведов Смотрим за продолжением раунда Не, ну тут Пока все Пока все тихо Влетела шара Минус от Z1 Ну вот двое остаются игроков Z1 крутой Смотрим на карту И видим, что происходит Легко, легко его забрали Еще один минус от крутого Но все, на этом все закончилось 3-0 3-0 в пользу Lions И вот теперь первый оружейный раунд И давайте смотреть Будут ли у нас снайперы На карте Будет ли у нас что-то интересное Хотя посмотрим Трудно, конечно, покупать Проигранным пистолетным раунде В первом оружейном ВП Потому что потом Если ты проиграешь раунд Тебе там Приходится в пятом играть С Фамосом И Вообще все печально Ну да, не стоит думать О проигрыше Наверное стоит сейчас посмотреть Что Делают соперники И вообще пора брать Пора что-то брать Забирают Забирают Сейчас игрока Керчнет Бондика Шара отвечают Шара с ХАЕ Прикрывает Своего тиммейта 4-3 в большинстве Керчнет Минус от Блейда Уже неплохо Двое остаются Знил и Кристал Минус от Знила Минус от Бондика Знил один Еще минус Еще минус Что он вытворяет Нет, нет Бондик не дал взять Раунд один в три Выдохнул И игра продолжается Первый раунд Для Керчнет В защите Но было выбито 4 девайса Все равно сложно Все равно дают Экономически Сейчас Шведы своих соперников И в принципе В принципе сложно Керчнет Так что пишут Да сейчас С ХАВАем шведов Они бегают Как микс Но нет Я бы не сказал Тут просто у них Напускание Такой стиль Да понятно Что вот снова Собрался состав Тред вернулся Но все равно Не бегают они Как микс Они молодцы Минус от Блэйда Они очень Тяжело против них На этой карте Короче Что тут рассказывать Сняли Блэйды Сейчас мидли Ну что Смотрим Да Забрали Кристала Ну тут Забрали на планте Наших парней Забрался Один-два их И против Знилой Тред Остается На ноге пытался Ворваться Один плент Не получилось Минус от Знил Он классно Проводит Последние два раунда И Лайонс уже 4-1 выигрывает И набирают Преимущество И в принципе По-моему Настроены продолжать В том же духе Настроены на победу И на хороший результат В атаке По сути В этом матче Керченец могут Хорошо атаковать Хотя Все-таки У украинских парней Не так хорошо Как нужно Получается эта карта Но в последнее время Они ее играли Они ее играли Они что-то умеют И может быть Все у них получится Увидим Минус от Ника Пытаются ворваться На ноль Наш парни Но не получается У них ничего И Ну как бы Шведы непоколебимы Пока еще В этой ситуации Пятый раунд Сейчас к нему идет Если Шара Точнее крутой С Бондиком Сейчас Не пропрутся Плотно Минус от Ферта Ну и остается У нас один Бондик Не стрелял Да и так В принципе Справился все равно Минус один Еще четыре соперника Попал немного В трет Ну там 31 Остался И 5-1 Посмотрим Двоем Минус Блейд Бондик Последний Не попадает Шестой раунд Для Лайонс Половина раундов Сыгран Ну 7 7 первых раундов Сыгран И по-моему Теперь уже Настало время Для сладкой мести Своим врагам Думаю Со мной Многие Согласятся Ну Пора бы Пора бы Уже Побороться Отличный был Трейн В исполнении Киричнет Почему бы Не посмотреть На Не менее Отличный Тускан Ну я уже Говорил Что у Лайонса Эта карта Вообще Неплохо Наиграна И вообще Умеют Они понимают Что здесь Нужно делать Самое главное Понимание Карты Оно у них Есть Там война Пока что В районе Зигзаг Идет с нулем А мы посмотрим Вот сюда Там да Парни выиграли И здесь Крутой В принципе Почти выиграл Ситуацию Остался Кэп Ну и Надо теперь Смотреть Что он Будет делать Бойник Успел Сделать Четкий Минус Второй Раунд Для Киричнет Ну и Вот уже Неплохо Два Девайса Потеряли Трое Живы Смотрю На Деньги Да С деньгами Там Конечно Вообще Как В принципе У нас В стране В общем То Ну То ли Еще Будет Давайте Давайте Парни Устройте Борьбу Неинтересно Так Смотреть Опа Тут Явно Не ждал Сейчас Стрэд Выпады От Крутого Не знаю Что в Украине Очень опасные Ребята Любят Они Поджать Любят Они Ломануться Да В принципе Наверное Как и в Швеции Минус Отфирта Уже ВП За атаку Пошло Посмотрите Что происходит 4 на 3 Меньше Шара Неудачная Ситуация У него здесь Пытается он тут Голову найти Но Мне трудно Попасть Попался Успа 3 в 3 Бондика Легко Сбирают И У нас Это З1 и Шара Вдвоем Успел забрать Одного З1 А Вроде контролил Все правильно Делал Шара Но Не попал Ник Его минус 7-2 Да Экономически Душат Душат Лайонс Херчнет Очень тяжело Играть В такой ситуации Когда у тебя Постоянно Проблемы С деньгами Постоянно Какой-то Бумжеста Приходится Исполнять Нет Не надо Надо Наверное Уже Все-таки Слить Разочек И бороться Дальше Будем думать О светлой Второй Половине Тусканов Так Есть Минус Минус З1 Взнил Хорошо Попал Взнил Еще раз Хорошо Попал Так Дальше Бондика Пытается Придушить Нет Прилетела Граната Все печально Убивают Бондика Крутой И Шара Вдвоем Минус От Крутого Прошел Дальше Не получилось Шара Последний И это Скорее всего Уже Восьмой Раунд Для Лайонс На Отускание Хорошо Хорошо Они начинают Играть И 8-2 Пять раундов Уже остается Быстро Быстро Идет игра В этом матче Команда Под названием Кирчнет Пока что Нас Немного Не радует Но Трагедии Делать не стоит 8-2 Всего лишь Еще будет Атака Еще будет Атака У Кирчнет Хотя Знаю Шведов Хотя нет Увидим Могут Отлично Атаковать Кирчнет На Тускане Могут Может быть Такая же Зеркальная Игра Главное Тут психологически Не сломаться И Понимать Что еще Будет Атака И все Будет Возможно Хорошо Вот Шар Последний момент Начал двигаться Не очень Это было Удачно В это время Бондик Там Сделал Фраг И Уже Большинство За команды Кирчнет Давайте Смотреть За продолжением Смотреть Какой тайминг Кловят парни Это один хороший Минус Делает Но еще Попадает Вроде Неплохо Но вот Блейд Оставил Позицию Не знаю Видимо Он думал Что Будет По другому Поймали Бондика Здесь Возможно Не стоило Так Действовать Агрессивно Сейчас Увидим Минус Блейд И Крутой Один Делает Минус Один на Один Минус Два С последней Пули Убивает Трэд Крутой И Диффузится Бомба Это 8-3 С последней Пули По-моему Да Он Сделал Этот Фраг 8-3 8-3 Да Надо Сейчас Вспоминать Весь Скилл Тускана И делать Минимальное Преимущество Там 8-7 9-6 Вот Самая Главная Задача Кирчнет На первую Половину Чем больше Раундов Ты выиграл В защите Тем будет Сложнее Второй Половине Соперником Не тебе Попроще Так Уже потеряли Блейда Крутой Бондик Делает Свои Фраги Припечатали Мидл Ой Попали Кристал Что Сдаёт Кристал По идее Там парни Должны были Его забирать Но Ходящие волосы В центре Раздали Ну вот Теперь Нико Поймал З1 Нужный Нужный Фраг 2 в 2 З1 И крутой Мариуполь Винница Эти парни Из этих Городов Ну и Довольно Веселая Ситуация В принципе Вы все Видите Я Говорить Ничего Не могу И поэтому Давайте Просто Смотреть За раундом Веселая Продолжение следует... 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 Ну что ж такое, не делает минус, это один должен был вроде бы, но Блейд застрелял за него, сейчас, ну вы видите, что происходит, как играют раунд команды. Ну и давайте теперь смотреть, чем все закончится, минус от шары, куда ты пошел, трет спиной в дым пытался подворваться, нет, не повезло, вот двое последних игроков шведской команды, минус от кристалла, неплохо, трое, три игрока у Кирчнет остается. Как-то в план пропустили и смотрим дальше. Да, закончились патроны у Нико, повезло немного крутому, 55 хп у него осталось, берут пистолеты Кирчнет, 11.5 и все довольно интересно получается. Да, снова разошлись по одному пистолетному раунду команды, один, и снова в атаке выиграли, как на трене, так и на карте Детускан берут пистолеты команды в атаке. Ну это значит, что у нас намечается веселенькая половинка, то есть еще, я думаю, два раунда смогут потащить, да, это 11.7, если не будет фейлов. Ну а дальше, если взять первый оружейный, ну в принципе, что тут говорить, здесь можно делать 11.9, если все пойдет так, как надо, так как мне, по крайней мере, хочется. Ну и я уверен, что хочется к команде Кирчнет. Так. Смотрите, что сдают там сейчас парни из... Ого, это серьезно. Хорош, это один сейчас. И ситуация 2 в 2. Вот это да, вот это да, вот это да. Что происходит? Бондик делает минус и остается стретом 1 на 1. Бонди ворвались, нарвались на поджим. В принципе, должны были ожидать того, что скотов могут под флеш войти, но... Как будто не были готовы они к этому, как будто не были готовы. Бондик был плантен. Жестко играет, вообще жестко. Сразу же в голову пошел целенаправленно за бондиком. Да, вот тут теперь планы команды Кирчнет поменялись. Вот это да. Берут Эко Лайонс, отвечают серьезно. Ну, посмотрим, чем ответит Кирчнет. А тут уже такая, раз такая возня пошла, конечно, тут уже надо что-то предпринимать. 12-5 в пользу Лайонс. Сейчас увидим. Сейчас мы увидим. Что, минус от Блэйда? Поймал он Трэд в мидле, не дал тому уйти. Минус от Зета 1. Ого, вот это достроились неплохо, по-моему. Позитивно Кирчнет на этот раунд. Смотрит за продолжением. Вообще, вот это да, вообще очень крутой раунд от Кирчнет. Как перестроились там быстро, как вообще позиции заняли. Демоны. Так, одного нашли. Ника делает минус. Минус от Блэйда. Минус Блэйд. И отвечает выигранным раундом Кирчнет. Такая довольно сложная закупка была. Сложный миксовый бай. Но они сделали это. Конечно, Кэп начался успешным минусом с Дигла. Ну и дальше понеслась. 12-6. Ответили. Ну а как бы еще ничего не закончилось. Мы видели двух живых шведов. Поэтому тут будет такой хороший, серьезный махач в начале второй половины. И, конечно, в любом случае Кирчнет нужны раунды. И нельзя отдавать много раундов своим соперникам. Поэтому тут палка о двух концах. Хоу, Бондик! Что дает Бондик? На него был наведен АВП. Но это не помешало ему сделать фраг. Смотрим дальше. Ох, как тут подло играет. Знил. Вырубил он крутого. С одной пули. Забрал его аппарат. И теперь уже проблема у команды. Кирчнет! Слейт как будто не ожидал, что здесь кто-то может быть. Шара и ЗТ-1 остаются вдвоем. Минус. Ох, как жестко играет Фирт. И тут проблемы. А раунд обрался. Если бы там с Нилой еще не провтыкали, возможно, все было бы очень круто. Да что, что-то вообще не получается игра. 13-6. 13-6 пользу Лайонс. Ну и теперь экономика подавлена, по-моему, совсем. Хотя вот смотрим. Знаете, смотрим мы, что там на парней из Кирчнет. И они будут пробовать. По-моему, они будут что-то пробовать. Хотя нет. Не будут. Тристалл минус 3, снял один минус. И побахивает 14-м для Лайонс. Да, вот так хотелось. Как нам хотелось, не получилось. Все вот вообще после пистолетки, после этого ЭКО, все пошло не так. Все пошло не так. Вроде бы потом мы снова взяли оружие, но потом снова небольшой фейл. И все. Здесь все просто. В контр-страке не надо ошибаться. Ну, как бы еще есть шанс последний брать сейчас все подряд. Либо там тащить на овертайм. Тащить до 15. Ну, давайте смотреть. Давайте посмотреть, как оно получится. Ой, уже минус 2. Уже минус 2. Крутой еще Смидла попытался. Ну, по двоих поймал. И 3 на 3 исправил ситуацию крутой. Ну, может быть, сейчас что-то получится. Да, давайте посмотрим. Серьезная ситуация, конечно. Минус от Z1 вообще тут ловят друг друга команды. Какая неудачная трет минус 2 делает. Я не понимаю. Слышал его Бондик. Решил встретиться. Не знаю, или постреляться что-то. Убить в Роспе. Но готов был шведский игрок к этому моменту. Ну, тут задергали с двух сторон. Тут уже, по-моему, нет, наверное, все. 15-6. 15-6 пользы Lions. И Blade вышел, да? Вернулся. Что, парни? А может, пропрет? Может, сейчас диглов и залетят хэдшоты, а потом все раунды подряд. Давайте, попробуем. Минус от Бондика. Неплохо. Тут зажали, конечно, Blade. Тяжело ему было куда-то пробежать. 3-4. Но еще есть. Есть возможность. Минус от Z1. 3 на 3. Тут важно было. Нет, крутой не попадает. Z1 промахивался. Как такое может быть? Ой, какая юшка пошла снимать. Снова не попадает, да? Ну, тут он уже в аркаду какую-то бешеную пошел. Ну, что, Шара, подарок на день рождения. Давай. Даешь раунд. А, не получилось. Ну, что ж, друзья, победа команды Lions. 2-1 по картам. Поборолись Киричнет. Да, были ошибки. Но я думаю, что они... Ребята подумают о том, что происходило, и сделают свои выводы. И уже в следующих матчах все у них будет хорошо. Давайте посмотрим пока, что происходит у нас на чемпионате. Последний раунд еще идет. Ну, и посмотрим, какие же щита и вообще, что происходит параллельно. Уже два тура сыграно в группе... Нет, еще все-таки ВП играет. Там еще одну карту сейчас в данный момент против команды FB Gaming. Наверное, мы на Na'Vi сейчас уже не сможем переключиться. Я быстренько пойду в зал, посмотрю, что там происходит. Да, Na'Vi со Шторм, по-моему, только начали. Но и через какое-то время начнется ВП против FX. Скорее всего... Да, я думаю, я буду комментировать эту игру с общего ХЛТВ, с общим ДЛМ, чтобы, ну, знаете, все можно было говорить, и мы нормально могли посмотреть эти две встречи. Хотя вот, допустим, Киричнет и Lions тоже нормально смотрели на сцене. Вот кто в арене, тем было приятно. Ну, в группе B какие результаты DTS еще себе 3HK зарабатывают?